Дорогие гости, уважаемые научные сообщества республики, страны, международные и иностранные регуляции. Я истин лидера приветствую вас на нашем сегодняшнем мероприятии. Это действительно очень важное событие не только в новичной жизни нашей республики, но и всей страны всего Юго-России. Я догадываюсь о том, что сегодня в рабочей части конференции прозвучат очень интересные идеи, инновации. Но самое главное произойдет, наверное, отмен большим, широчайшим опытом, который есть у участников конференции. Сегодня эта конференция происходит для детей нашего старейшего научного учреждения республики, которое в этом году отметит свой 75-летний юбилей. На протяжении всех этих десятилетий ветеран республики под разными своими названиями, более современными иностранными, оставался главный, оставался научным центром нашей республики. Научным центром в полном смысле этого слова. На протяжении десятилетий наше научное учреждение воспитало и создало главные научные карты. Создало и воспитало главные отношения к историческому прошлому. Историческое прошлое каждого народа или народов всего мира. Это, в первую очередь, культура, языкознание, искусство и многое-многое другое. Но хотелось бы отметить, что, несмотря на некую спецификацию, специализацию нашего научного учреждения, федеран республики на протяжении вот этих десятилетий формировал широчайшую научную базу, которая была необходима и востребована обществу республики, народному хозяйству республики в различных своих снах. Сегодня особые слова признательности, конечно, хочется сказать всем ветеранам. Всем тем, кто когда-то хавал и создавал научную школу главных. Сегодня особые слова признательности хочется, конечно же, сказать тем, кто сегодня стоит в формировании научных взглядов, теорий в истории нашего общества, калмыцкого общества, общества науки всего Юго-России. Те, кто сегодня по праву называет себя новым поколением научной элиты нашей Каладыки. Я убежден, что все те традиции, которые были заложены в научной школе республики, сохранились и сохранятся вперед. Я убежден, что то, что сегодня делает институт в целях воспитания кадров, будущих кадров, научных кадров, педагогических кадров, это непревзойденный вклад не только в науку нашей страны, нашей республики, но это, конечно же, огромный вклад в то, чем занимаются сегодня, я имею в виду, государственные области. Для нас сотрудничество и тесное взаимодействие с научным институтом – это в первую очередь прикладной характер этого сотрудничества. Почему? Потому что мы используем тот бесценный опыт, те рекомендации, те задачи, которые вырабатываются в стенах не только нашего института, но и за его пределами для своей практической деятельности ежедневно. Я хочу надеяться, что наша сегодняшняя встреча послужит для всех нас. В первую очередь, как я уже упомянул, для меня опытом, да и, конечно же, послужит для того, чтобы мы вместе выработали те задачи и направления науки на ближайшую и долгосрочную перспективу. Особо хотелось бы выразить признательность делегации тех, кто приехал из-за рубежа. Это, конечно же, результат тесного взаимодействия и сотрудничества Института промышленных сообществ Китая, Синьцзянь-Ингургского экономического внутреннего года. Китайская народная республика стоит особняком в наших взаимоотношениях научных, хозяйственных, политических и общественных. Это, конечно же, наш братский монгольский народ, братская монгольская школа, там, которая добавляет и поведет на сегодняшний день источник подпитки как научных кадров, научных переназрений, так и дает нам сегодня возможности применения прикладного смысла. Это, конечно же, наше сотрудничество с научным сообществом дальнего взаимодействия. Мне особо хочется поприветствовать наших гостей из Японии, из Абхазии. И, конечно же, особой сломан признательности научному сообществу Российской Федерации, представленному здесь руководителями крупнейших научных учреждений страны. И меня радует то, что вот это сотрудничество сегодня выливается в рамках проведения второй международной конференции. И мне хочется поблагодарить всех за участие. Хочется пожелать вам всех, конечно же, хорошего, здравого научного обсуждения. Мы верим и надеемся, что в результате этой конференции послужат очередные новые, хорошие знания, которые будут полезны всему обществу республики, страны и международному научному сообществу. Спасибо. В связи с плотным графиком я вынужден попрощаться с вами. Я благодарен коллективу института за признание скромных заслуг руководства республики. Вы понимаете, о чем я говорю. Это та работа, которая была проведена за последнее время в части сохранения, и не только сохранения, но и укрепления позиций нашего института. Теперь наш институт – это государственный научный центр Российской Академии наук. Это новый статус, новые возможности. Это, безусловно, новые сферы развития научной деятельности, потому что в ближайшем будущем к вам вольются другие научные учреждения республики. Это, безусловно, большая ответственность. Но хочу сказать, я не оговорился, когда сказал, что наш план был достаточно скромным. В большинстве своем, в различных коридорах и правительства Российской Федерации, и в коридорах Российской Академии наук работало прошлое и нынешнее, и будущее нашего института. Это признание ваших заслуг, заслуг нашего научного сообщества. Это признание того, что мы не просто востребованы на сегодняшний день, но и будем востребованы в будущем. Это, конечно же, и большой кредит доверия всей науке Калмыкии. Я еще раз хочу пожелать нашей конференции успешной плодотворной работы и уверен, что научное сообщество республики, научная улита Калмыкии будет всегда служить интересам нашей Калмыкии, наших народов. Спасибо.